По статистике, ДТП чаще всего происходит в час пик. В этот момент магистрали максимально загружены, люди спешат домой. В рамках недели профилактики травматизма инспекторы ГАИ выезжают в рейд на центральную улицу города. Цель – донести до каждого важность соблюдения ПДД. Первым в поле зрения сотрудников попадает мужчина, который неспешно переходит дорогу там, где не положено. Наряд сразу же следует за ним. На первый раз вам будет вынесено предупреждение об освобождении от административной ответственности. Спустя пару минут инспекторы фиксируют еще трех нарушительниц. Отговорки не новые, все банально. Спешка, невнимательность и усталость на работе. Сотрудники ГАИ входят в положение, тем более женщины провинились впервые. Ведь главная задача госавтоинспекции – предупредить, а не наказать. Знаем, что так делать нельзя? Не будем больше. Вообще ответственные граждане. Всегда. А что сегодня вам грозит за нарушение? Сегодня? Сегодня пока, так как у нас не было до этого никаких привлечений, ни по каким, ни статьям, ничего. Предупреждение. Как так получилось? После работы глава уже вообще не думает ни о чем, поэтому не подумала. Думала сократить путь. Знаете, какая ответственность за это грозит? Список ПДД для пешехода не меньше, чем для водителя. Одно из них – наличие фликера. Особенно это важно в зимний период. Не стоит забывать, дорога не место, чтобы что-то кому-то доказывать. А еще за свою беспечность можно потерять от 29 до 87 рублей. Если ситуация будет осложнена алкогольным опьянением, то сумма увеличится до 145. И это лишь финансовая часть аспекта. А стоит ли такое халатное отношение к себе, к жизни? Чтобы быть заметнее на дороге, госавтоинспекторы советуют носить как минимум два фликера. Как с правой, так и с левой стороны. В таком случае вы станете заметнее на расстоянии от 150 до 200 метров. Соблюдение элементарных правил, которым учат еще с детсадовской скамьи, помогут избежать аварийных ситуаций. В Бобруйске с начала года произошло 52 ДТП с участием пешеходов – 23. Нарушений ПДД зафиксировано более 5000, из них свыше двух, только за отсутствие светоотражающего элемента. Госавтоинспекция города Бобруйска напоминает пешеходам быть внимательными и осторожными при переходе проезжей части дороги. В темное время суток не забывать себя, обозначать светоотражающими элементами. Казалось бы, маленькая фигурка или лента ценой в 2 рубля способна сохранить деньги, уберечь нервы и самое главное – спасти жизнь вам и вашим близким.